Девушки отдыхают 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 Тореро просто, Тореро дает Шокеру показать себя, он просто увидит, что какой боец против него стоит, он говорит, пускай, пускай поработает, я попадаю там. Шокер делает скользящий друг кик, от которого, от этого удара двумя пятками куда-то в область печенок, Тореро выпадает за ринг, а Шокер готовится, и что это будет, и... Да, смотрите, какой слепок, прямо на пол, тоненький мат, и больше никакого предохранения, Шокер припечатал только что Тореро всей своей массой, выжил. Дорогие друзья, у меня только что родился за рингом они, почему судья не смотрит на это? Судья считает, Тореро конкратакует, только что родился рекламный слоган, вот это же, да, только что родился рекламный слоган, тоненькие маты, я за безопасный рестлинг. Молодец, продолжай в том же духе, смотрите, Тореро, начав эту контратаку, начав эту контратаку, успешно ее продолжает, говорит, да что же это за парня, на парнях, противник у меня сегодня. Что за парнях, какой-то шнурок непонятный, вот как тряпка забрасывает, смотри, как тряпка забрасывает. Отдать нужно должное Торере, что он быстро опомнился, да, только что его так припечатали, а он раз, получил еще пару ударов, и тут же тебе в ответ, на, коленом подых. И теперь уже Тореро запускает Шокера, и Шокер пытается сделать теперь кросс-бадди на ринге. Вы посмотрите, какой техничный бросок произвел Тореро, бросок через себя. Тореро блокирует это кросс-бадди и перебрасывает через себя Шокера. Ну Шокер, ну никакой Шокер, он не поднимет сейчас уже, все, Тореро его сейчас просто загасит, загасит или замочит. Не, ну да, по силовым показателям, конечно, Тореро превосходит Шокера, силовой бросок только что провел. Ну что этот обрисованный, нарисованный мальчик может поставить такому бойцому? Но не забывайте про опыт, у Шокера было по крайней мере, по крайней мере в два раза больше матчей, чем у Тореро. Хотя Тореро, конечно, выступал на главных событиях, на прошлой Рослиаде, вот, но, тем не менее, сейчас Тореро, да, перешел опять в контратаку. Ну, довольно-таки удачно перешел, посмотрите, Шокер даже не знает, где он находит, что это такое, куда его бьют, зачем его бьют, куда он допустил. Микс из рестлерской и какой-то кикбоксерской техники, и второе дыхание, просто из последних сил, вот так собравшись, упавши сам, Шокер делает вот этот клоузлайн или шлагбаум с разбежкой. Посмотрите, Шокер пнул ногой по голове Тореро, ну, куда это, куда это, куда это делается-то? Вы знаете, дорогие друзья, мне кажется... Слышите, как вздревел зал, они приветствуют вот это вот, Шокер выходит на высокорискованное что-то, это будет, наверное... Ооо, великолепно, великолепно! Падающая нога! При всем, при всем моем уважении к Тореро, здесь, я скажу, Шокер был просто молодец, великолепный прыжок он сделал. А вы знаете, дорогие друзья, мне кажется, что Тореро, это очень многопрофильный спортсмен, он не только борец, он еще и футболист. Вот вы заметите, он даже футбольные щитки забыл снять, только с поля. И это будет, это будет бомба, бомба, смотрите, как удачно продал... Нет, ну, из бомба вырывается, насколько говоря о рестлерах, максимум один из десяти, это я вам гарантирую. Вот смотрите, все-таки, как мощен Тореро после такого броска, он вырвался, еще что-то делает, вот смотрите, как удачно ушел. Никого дома, так, Шокер не может прийти в себя после этого удара. И сейчас будет, по-моему, по-моему, что-то хотелось... Тореро не выпускает Шокер, бьет ему пару раз... О-о-о-о, я же говорил вам, что Тореро это великолепный боец, что он лучше получает. Два, три, вот так вот, одна ошибка, одна ошибка. Да, я согласен с вами, коллега, одна ошибка, я же вам говорил, что Тореро победит, что Тореро лучший боец. Стоило Шокер у этого матча. Вот победа, повтор. Тореро великолепный, походу, великолепный прием. Еще раз. Опа. Вот так вот. Представляете, так головой в Рим войти. Что ж там с головой будет? Да, это очень травмоопасный прием, от этого может пострадать шея, стыдной мозг. Ну, а с этим всем и все остальное, что у вас после этого отнимется. Посмотрим на Шокера, будем надеяться, да, он все-таки встает потихоньку. Ну, что? Ты можешь мне доверять, ты можешь мне доверять. Ты можешь мне доверять, ты можешь мне доверять, ты можешь мне доверять. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гром! Ты хочешь хардкор-мачо! Ты хочешь этот пояс! Знаешь, что это обозначает? То, что ты хочешь ползать передо мной на коленях и умолять меня о пощаде! Но знай, пощады не будет! Ты пойдешь в этот мачо! И ты никогда не получишь этот пояс! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уважаемые друзья, это произойдет прямо сейчас! То, что началось три месяца назад, наконец, может быть, получит развязку в этот раз! Задета честь Владимиру Кулакова, потому что еще никто его так не подставлял, как Голубой Гром! И вы видели это сами, прикинувшись другом! Он, наконец, атаковал его в самый неподходящий момент! И забрал, и хочет теперь забрать у него самое дорогое, что есть у Владимира Кулакова! Его хардкорный пояс! Пояс хардкорного чемпиона! И вот мы видим, наконец, этот его противник, Голубой Гром, выходит к Рингу ради этого уникального боя! Да, идет очень хорошо, красиво! Я думаю, что Голубой Гром сегодня получит пояс! Мы видели как-то пояс уже между Голубой Громом и Волочкой! А я думаю, что он получит по заслугам! Вот, смотрите, да, потому что нельзя, нельзя так обманывать, нельзя так пренебрегать доверием! Вы видите, смотрите, Вова даже не дожидает своего официального выхода на ринг! Тут же нападает на Голубого Грома и мочит его! Мутузит почем зря прямо около ринга! Ну почему, коллега, все приемы хороши для победы! И если Голубой Гром посчитал, что этот прием будет для него лучшим, он так и поступил! В чем-то он здесь прав! Как вы считаете? Я считаю, что правы все, кто сейчас скандирует Вова, Вова, потому что они знают! Они знают, что в этой ситуации правда за Вовочкой, за Владимиром Кулаковым! Но я думаю, что все-таки будет правда за Голубым Громом! Я думаю, что он еще раз докажет то, что не зря он обладает этим титулом хардкорного чемпиона! Ну, Вовочке тоже не надо было быть столь наивным! Довериться там кому-то, поверить! Он же рестлер! Должен быть сам по себе! Как поступает Голубой Гром? Он сам по себе! Он воспользуется моментом, втерся в доверие и правильно сделал! Все приемы хороши! Выбирай на вкус! Да, Вова, тем не менее, переходит к активной атаке прямо в начале этого матча! А это хардкор матч! Такое встречается далеко не каждый раз, не каждый день, не каждый чемпионат даже у нас на опасной зоне! Но сейчас все вот эти доставания из-под ринга каких-то непонятных предметов... Почему же непонятных предметов? Это, в общем, клавиатура! Да, но что они делают в этом матче? Это может показаться непонятно с первого взгляда, но это абсолютно легально! Потому что эти предметы при случае хорошо, уж очень хорошо разбиваются об голову противника! У Вовочки не удалась первая попытка! И Вова, Голубой Гром, подхватывает эту клавиатуру! И сейчас, наверное, будет то, что я думаю! О, это так и произошло! Вы посмотрите, клавиатура аж ломается на две части! О-о-о-о! Да, кнопки как искры улетают в объектив камеры! Голубому Грому надо продолжать атаку! А он там непонятно, что делает, потому что нам не показывают оператору, что делает! Вот Голубой Гром берет стул! Хороший момент! Любимое оружие всех рестлеров во всех странах! Яд на месте Грома сейчас бы ударил Вовочку стулом, а не ногой! Ну, ногой это только подготовка! Смотрите, от этих двух ударов клавиатуры у Вовочки уже раскроен лоб! Матч еще только идет три минуты, а у Вовочки уже все лицо залито кровью! Но Вова, тем не менее, реверсирует и... Ты смотри, что Вова делает! Вот смотри, он ударил Грома головой об стул! Ну, вот так всегда и бывает, что тут нужно быть очень аккуратным, а иначе сам же попадешь на выставленные тобой же грабли! Вот так вот! Второй стул берет Вова! Второй стул берет Вова, да, второй стул! И если это достигнет цели, а оно именно так и происходит, то Вова нейтрализует все предыдущее преимущество Голубого Грома в этом матче! Голубой Гром лежит! Я думаю, он просто отдыхает в этот момент, он сделал хитрость, хитрость специальную такую, чтобы Вова вышел из себя, потерял равновесие, там нервы у него сдали! Да нет, я думаю, тут не стимулируешь, когда ты получаешь реальный такой удар, что это будет... Не оборачивается Голубой Гром, не надо! Ох, это да, вот это очень опасно, стулом прям по голове, броском Голубой Гром вылетает, просто вылетает за канатом! Смотрите, у Голубого Грома же тоже разбит лоб! Да вот это от этого броска стулом, видимо, попал краешком вот этой железной окантовкой стула! Гром, вставай, Гром, вставай, вставай, Гром! Покажи, что ты достоин пояса! Да, 5 минут матча, оба спортсмена уже окровавлены, и мало того, что окровавлены, они практически оба едва держатся на ногах, несмотря на это, Вовочка лезет наверх и... Да, как бы он делает... И накрывает не только Голубого Грома, но и двух охранников, которые пытаются... А зачем охранникам лезть? Зачем охранникам лезть? Да, вот теперь вы понимаете, почему наш чемпионат называется опасная зона, потому что каждый раз он непредсказуемо, каждый раз может произойти все, что угодно! В данный момент не повезло не только Голубому Грому, но и охранникам, которые пытались привести его в чувство. Теперь судья тоже вместе с оставшимися охранниками узнают у Голубого Грома, может ли он продолжать этот бой. Голубой Гром, я вижу, поднимает голову. Да, он пытается встать, но встать ему помогает Владимир Кулаков. Ой! Но он не только помогает ему встать, но еще и помогает ему встретиться лгом с металлической стойкой ринга. Совершенно верно. Кстати, я заметил, что-то сейчас не Голубой Гром, а что сейчас Владимир Кулаков такое подготавливает. А подготавливает он такой импровизированный стол. Видимо, на этот стол и приземлится бедная туша Голубого Грома. Видите, мне тайм-аут, говорит Голубой Гром, но Вовочка вместо этого дает ему еще один удар ногой под дыр. Вместо тайм-аута, я так сказал. Пытается привести его в чувство путем вот этих тычков головой Гринг и пытается сейчас сделать ему суплект сквозь доску до самого пола. Смотрите, Гром блокирует. Посмотрите, как грамотно блокирует этот прием Голубой Гром. И все-таки... И... Ой, и делает обратное. Вы посмотрите, там нету даже мата. И он делает это на пол, на пол, прям почками, на бетонный пол, с паркетом, на нем. Нету даже мата, там ничего не предохраняло бойцов. Это очень опасно, очень. Не надо это делать дома. Особенно, если вы попили пивка. Да, дорогие друзья, не пытайтесь повторить это дома. Оставьте всю опасность рестлером. Так, Голубой Гром закидывает Вовочку. И что интересно сейчас будет? Вовочка, после этого шмяка о пол. Нет, пытается, пытается лбом. Ох ты еще раз на бетонный пол. Это ДДТ. Вова только что сделал ДДТ. Голубому Грому. И теперь он уже... Теперь уже Голубой Гром стукнулся уже не почками, а затылком. Прямо о пол. О пол без матов. Вы представляете, что там с головой сейчас происходит у Голубого Грома? Там, наверное, все мысли куда-то разбежались в разные стороны. Да, но смотрите, к публике это нравится. Они болеют за Вову. Они чувствуют, что победа у него уже где-то замаячила на горизонте. Еще раз Абринг. Но Голубой Гром сейчас придет в себя. Он покажет, что на самом деле Гром. И Вова хочет сделать что-то неописуемо жесткое по отношению к своему противнику. Похоже... Нет, сейчас Гром очнется. Сейчас очнется Гром. Он показывает вниз на эту доску. Он его хочет припечатать. Но каким образом... Ох ты. Голубой Гром зато реверсирует таким интересным приемом. Отреверсировал. Еще раз отреверсировал. Берет... Я бы назвал этот прием. И я же говорил, не Вовочка, не рой яму Грому. Сам в нее попадешься. Я оказался прав. Да, что-то вроде приема подавись с ринга с высоты двух с половиной метров падает Вова. Да, своей доской. Прямо опять же на пол. Вы видите, кровь продолжает холестать. У него есть ранее полученные раны на голове. Но это не останавливает борцов. Потому что судья может здесь только для того, чтобы зафиксировать победу. А могут продолжать матч или нет, борцы решают сами. Где врачи, где споры, где информация, не понимаю. Я буду новым чемпионом хардкора. Я слышу, как говорит Голубой Гром. Удержание. Два. Нет, только два. Вовочка вырывается. Обидно, обидно, обидно. Голубой Гром заслуживает победы. Просто заслуживает победы в этот раз. Я думаю, все-таки он победит сегодня. Его напор, его мощь. Даже, я бы так сказал, его наглость. Она приведет к победе, наверное. Многие, наверное, просто не ожидали, что Голубой Гром сможет продержаться столь долго против Вовочки. Многие говорили, что он не проделался и пару минут. И именно так начался матч. Было похоже, что Вовочка полностью доминирует. Но здесь все сложилось наоборот. Голубой Гром только что бил его кулаком в открытую рану. Дорогой мой коллега, рейслинг это непредсказуемая штука. Здесь доминирует один, потом доминирует другой. Потом они вдруг вместе доминируют или вместе лежат на ринге, отдыхая. Это очень непредсказуемо. Да, все непредсказуемо до самого последнего момента, когда наступает этот самый отсчет 3. Ох, какой локоть. О, великолепно. Но это очень опасно. У Вовочки, наверное, весь воздух вышел из легких после такого удара. Вовочка уже, по-моему, и не дышит после этого. Раз, два. Нет, дышит. Дышит, дышит. Вы видели, как он хорошо отдыхнул. Да, на каких-то просто инстинктах действует Вовочка. Он разжимается, как пружины, сразу после счета 2. Но он чуть ли не конвульсирует. Смотрите, в глазах у него нет ничего. По-моему, и крови же не так много осталось. А голубой гром пытается достать еще что-то, что будет еще одна клавиатура. Гром, давай. Гром, за тебя болеют все люди нетрадиционной ориентации. И традиционной, наверное. Вот смотри, какая девушка болеет. Правда, за кого она болеет? Она заболела за Вову. Но это она просто так кричала. На самом деле она болеет с голубого грома. И сумеет ли Вовочка увернуться? Ой, еще раз клавиатура по голове. Гром, давай еще раз. Первый удар какой-то не произвел очень сильного впечатления. Так, еще раз. Еще раз. О, в громочки полетели. Полетели кнопочки. И третий. И... Гром, давай. И еще раз. Разбегу дай. Ну, разбежи. Да. Он меня услышал. Ох, великолепный удар. Вы посмотрите. Ну, Вовочка, все. Все, Вовочка, вот ключ. Нашим хардкорным рестлером в пору заключать договор с фирмой, которая производит клавиатуры. Я думаю, что такой рекламы компьютерной периферии, чем сейчас делают наши рестлеры, просто нигде не найти. А почему в следующем хардкорном бою и ударить примерно своего оппонента процессором? Нет, я монитором предлагаю. Монитором? Ну, вот монитором тоже можно. Да, голубой гром. О, да, да. Ох, великолепный такой опасный, опасный. Зрелищный обратный мунсолд сальто. Но это только два. Да, голубой гром, не забывай, с кем ты связался. Победа не будет легкой. Но хотя сейчас уже победа тоже... Он может видеть ее призрак. Раньше этого вообще было для него недоступно. Но сейчас это реально. Да, он оказывает. Голубой гром хочет разобраться с судьей. Говорит, что ты читаешь, не умеешь читать. Не так. Как-то медленно, говорит, побыстрее. Вот берет стул. Берешь, но хотя бы ничего не делаешь. Да, послушайте, на 15-й минуте этого матча можно сказать, что шансы обоих примерно равны. Ой, ДТТ. Великолепный ДТТ, да. Ну, гром, сделай что-нибудь со стулом. Ты второй раз уже его берешь, и второй раз с ним ничего не делаешь. Поставь его на ловочку, что ли. Присядь на него. Ну, не надо так кричать. Голубому грому сейчас не надо рисоваться. А если он хочет выиграть, просто зафиксировать победу. Потому что Вова давно уже самостоятельно не может встать. Так, что сейчас будет интересно? Удар головой об стул. Нет, это был удар... Это был... Это была контратака от Вовочки. Он очухался и перебросил голубого грома обратно. Хорошо, что попал не на стул. Но теперь все может перемениться. Как мы и говорили, все очень непредсказуемо. Вовочка, положи стул. Еле держится на ногах. Но он смог обрушить. И еще раз. Вы посмотрите, даже спинка у стула отлетела. Вот это был удар. Смотрите, что случилось со стулом. Как перевернулся голубого грома. Да, и финальный, мощный удар кулаком. В обычных матчах с закрытым кулаком бить нельзя. Здесь все можно. И Вовочка пользуется этим. Да, удар кулаком, а кулаком. Опа! И теперь пинцы гири по затылку. И дотаптывает, дотаптывает. Да, это уже что-то из арсенала уличных драк футбольных фанатов. Добивание. Но Вова берет передышку. Он хочет... Вот для чего борцы так делают? Вместо того, чтобы удержать, он лезет еще за чем-то. Еще какие-то мысли появляются в его окровавленной голове. Наверное, он хочет построить какое-то финальное сооружение. Я не знаю, какие там могут быть мысли после стольких ударов по голове. Клавиатурой, стулом. Извините, даже такой закаламбур рингом по голове. Но, между прочим, после того, как Владимир был на ковсе сейчас... Посмотрите на шишку на лбу голубого гроба. Вы видите на этот огроменный, ужасный просто балдырь. Между прочим, после того, как Владимир Конкор сейчас испадок очаровательной девушке вытащил стул, он должен перед ней извиниться в лице того, чтобы попросить ее номер телефона. Я считаю так. Ну, коллега, подойдите, скажите об этом. Вова, Вова избавляется от лишних деталей. Лишние детали, казалось, стул. А голубой гром, смотрите, держится и за ногу, и с головой у него явно не все в порядке. А Вова что-то в нерешительности никак не может определиться с конструкциями. Да у Вова, по-моему, тоже с головой уже не все в порядке. Не спорю. Куда по его задумке должен опуститься голубой гром в очередной раз. Блок. Да, долго-долго Вова строил там за ритмом свои вооружения. Вы посмотрите, какой удар провел голубой гром. Вовочка аж подпрыгнул от него и упал. Насколько был мощен этот удар. И вот сейчас голубой гром зажимает Вовочку в углу и так запрессует его там кулаком. Да, каждый удар достигает цели. Каждый удар. И разгон. Но Вова реверсирует. Двойной ревер. О, гарпун. Один из очень опасных приемов. Действуя просто на инстинктах, Вова вот так вот демонстрирует свою стойкость. Свою непредсказуемую невероятную стойкость. Посмотрите, Вова показывает, что он хочет выбросить голубого грома туда за ринг на выстроенную инконструкцию. Теперь посмотрим, что из этого выйдет. Из этого получается, что гром просто выпадает. Вовочка выходит. Знаете, дорогие друзья, я пока еще не знаю, точнее вообще не знаю, кто выйдет в этом матче. Я знаю только одно, наш обслуживающий персонал. Так, похоже, это будет Пайл Драйвер. О, бомба, бомба. Вот это удар. Бомба за рингом. Бомба за рингом, ой, кошмар. Это должно быть все. Раз, два, три. Да, 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 да. Вова еще раз повторяет. Я очень раз повторяю, я очень раз повторяю. Вова еще раз повторяет свой статус хардкорд легенды молодого российского рестлинга. Он оказывается победителем в этом матче. На него рассчитывало столько болельщиков, и он их не подвел. И Вова все еще остается хардкорным чемпионом независимой федерации рестлинга. Все равно голубой гром был лучше в этом бою, гораздо лучше. Но какая-то ошибка подвела его, что он проиграл. Главное событие сегодняшней программы и всего 2007 года бой за поезд чемпиона между Вулканом и Антоном Дерябином. Ну а прямо сейчас командный бой и уникален он тем, что в нем принимают участие сразу три команды. Ну что ж, сейчас вы видите, к ринг выходит первая наша сегодняшняя команда. И здесь не обошлось без сюрпризов возвращение Биг Секси Папы Руслана Серегина в федерацию произошло. Вот он со своим излюбленным портретом. Сейчас, по идее, что-то скажет, раз взял у руки микрофон. Девчонки, можете уже начинать отзываться. Да, Руслан в своем репертуаре узнает. Коротко и метко. А тем временем к рингу выходят их оппоненты. Группировка оппозиция в лице, извините, уже заговариваюсь просто, Ивана Маркова, Локомотива и Рейва. И третья команда у нас будет. Это перспективные, мощные, все побеждающие и все подавляющие экс-чемпион Иван Громов и его новый напарник-земляк из Домодедова Олег Лешин. Уважаемый коллега, почему новый? Это, по-моему, первый его напарник-то, если уж так вспомнить и посмотреть. Или нет? Да, но он же с ним недавно вместе в команде. Поэтому и новый. Мы будем читать так. И его первый напарник. Да, его первый напарник. Вы видите, зал их восторженно приветствует. Ну что можно сказать? Любят они эту парочку из города Домодедова. Вы слышите, зал приветствует Громов Лешин. Громов Лешин. Да, команда, безусловно, вызывает уважение. И особенно Иван Громов, который, как я уже говорил, был чемпионом федерации и неоднократным претендентом на звание чемпиона. Возникает у меня такое ощущение, дорогие друзья, соскучился Иван Громов по чемпионству. Вот, наверное, почему бы ему сегодня не взять вместе со своим другом командные пояса, командных чемпионов. Как вы думаете, коллега? Вполне вероятен такой исход, я даже считаю, наиболее вероятен такой исход событий. А зато как соскучилась публика по полноценным командным матчам. Напоминаю, что Казанова, которую вы видите сейчас на экранах, все последние несколько месяцев был единоличным обладателем сразу двух поясов. И вот, пожалуйста, напарник в лице Руслана Серегина прибыл и сразу же стал вторым командным чемпионом. Вот такое у нас бывает в рестлинге. Да, то есть Казанова в свое время с Максом Кримми чемпионские пояса выиграли, а пришел Супер Руслана и уже крица на все готовенькое. Вот именно. Матч, похоже, начинают Иван Марков, Локомотив и Казанова. Локомотив по традиции предлагает пожать руку своему противнику. На этот раз Казанова перехитрил его. Да потому что надоело уже. Каждый раз одно и то же предлагает пожать руку. На эту уловку... Многие знают про эту уловку, но до сих пор попадается тычок лбом в ринг. Удержание. Раз. Ну нет, даже две. Да, слишком ранний выход. Неоправданно ранний. Но Локомотив применяет захват головы Казанове. Но тем не менее Казанова приподнимается. Челюсти дробилка это была. И он поднимает его. Что же это будет? Да, это был Скуп Слэм. Вы посмотрите, даже колесо умудрился сделать Казанова. Дробь кик удержания. Да, я думал он вот так колесом уходит в свой угол, чтобы передать инициативу своему напарнику. Но нет, он вернулся и вот так залихватски залепил двумя ногами в челюсть. Издеваясь над Локомотивом. И захват лодыжки. В своей обычной такой борцовской манере. Захват лодыжки. Локомотив пытается доползти до канатов. Смотрите, как выворачивает ногу. Получается у него, дополз он все-таки до своей цели. Отталкивает ногой Казанову. Попытка шлагбаума. Промах. И еще промах. И смотрите, как Казанова отлично закручивает его на удержание. Раз. Нет, два было, но, к сожалению, не три. Бой продолжается. И еще одно удержание. Да, вот она техника Казановы. Он не только самый сексуальный, как он сам себя называет, борец независимой федерации рестлинга. Но он также один из самых высокотехничных борцов. И... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пытался сейчас коронный прием свой сделать Казанову, но вовремя сполз с его плечи. Локомотив разбегается и большой башмак достигает цели, попадая Казанове в солнечное сплетение. Бонзай дроп. В пятой точке приземляется на Казанову чуть-чуть скользь. Раз, два. Нет, только два. Долго ведут начало боя Локомотив против Казановы. А у нас всего напоминают три команды. И это только сейчас по одному представителю из каждой из них. И, наконец, Локомотив передает инициативу своему напарнику Рейву. Ну, а что остается Казанове? Казанове остается просто валяться на ринге. Еле-еле с помощью Рейву. Остается продолжать сражаться. Ведь он так хорошо держался, что Локомотив не смог. Смотрите, это называется слепой так. Иван Громов сам берет инициативу от Казановы, которая влетела в его угол. И теперь это Громов против Рейва. Да. Ребята из Домодедова против оппозиции, давние соперники, недолюбливают друг друга просто до печенок, если это можно так сказать. Конечно, потому что столько раз Рейв подставил уже Ивана Громова. Сейчас Громов перешел в уверенную атаку. Выход из захвата головы кувырком. Но попадает на мощный удар кулаком прямо в лоб Рейв. И Иван Громов продолжает атаку. Запуск в угол. Не попался Иван Громов на этот приемчик. Да, он на шаг впереди. И прописал ему, то бишь Рейву, небольшую оздоровительную путевочку в лоб. Никакой жалости Иван Громов не испытывает к Рейву. Это и правильно, за то, что оппозиция сделала... Ой, вот это да! С Рейва хватит! И он посылает вместо себя гонца, нового участника этого матча Руслана Серегина. Как говорится, сюда я больше не ездец. А Иван Громов не меняет тактику. Еще один удар. Сначала кулаком снова в лоб. Теперь уже Руслана Серегина. Коленом запуск в угол. Еще один. Представляете себе, человек только-только вернулся после перерыва Федерации. И тут на тебе сразу избивают. Удержание после самуанского броска. Но Руслан Серегин, несмотря на то, что редко здесь появляется, но он тертый еще тот калач. Как говорится, редко, но метко. А тем временем Олег Лешин промахивается по нему Руслан. Против такой тяжелой артиллерии Руслану вряд ли выстоять. Это был пауэр слэн с плеча. Ну что, поднимает Олег Лешин сейчас Руслана Серегина. Запуск в канат. И обратный локоть сносит снова его с ног. Ой, посмотрите, прервал удержание сейчас, по-моему. Казанова, напарник Руслана Серегина спасает свою команду от поражения. Руслан пользуется этой минутным замешательством Олега Лешина. Сначала тыкает глаз, теперь треплет его за ухо. Да, и посмотрите, что происходит. Руслан начал планомерно избивать нашу домодедовскую команду. Вот мне вспоминается, как наш учитель физкультуры, когда я был в младших классах, так же издевался над нами бедными учениками. Таская их за ухо по всему спортзалу. Я сожалею о вашем детстве, уважаемый коллега. Опа, шлагбаум от локомотива Олегу Лешину. Что-то на ринге какой-то уже без предел, говорится. Все выбегают беспорядочно, а ведь должны сражаться по одному одновременно с каждой командой. А зачем? Руслан Серегин продолжает атаку в этой сумятице на Олега Лешина. Подушил его. Неужели он сделает слэм этому громиле? Да, еле-еле вытягивает, роняет на загривок. Ну, сейчас пытается... Нет, я думал, пытается поднять его на Олега. Нет, просто прыжок на ладони, я бы даже так сказать. Какой прыжок на ладони? Это просто затаптывание ладони. Он, может быть, даже раздробил ему фаланги пальцев. Ну, как говорится, проблемы негров Шериф не касается. Сейчас будет двойной прием. Да, разбитое хозяйство. Разбитое хозяйство называется этот двойной прием. На центр ринга откатывает Казанова Олега Лешина. Раз, два. Нет, к сожалению, только два. Да, да, только два. Можешь не спорить с судьей. Теперь мне видно, что в тандеме с Русланом Серегином у Казановой появилось еще больше шансов отстоять снова свои командные пояса. Вот так вот он отвечает реверсом на реверс, точнее, на попытку реверса. Снова бросает Олега Лешина и еще раз идет армдраг. Еще один армдраг. Пытается встать Олег. Вот, зачастую сила и обилие мышц не так эффективны, как опыт и отменная техника. Что можно сказать про Казанову? Ну, сейчас выписал он клоузлайн на Олегу Лешину. Оба борца сейчас на ринге. Пытаются встать. Вы слышите, как сейчас... Иван Лешин подбадривает зал. Ой, Олег Лешин подбадривает... Как Олег Лешин может подбадривать зал? Иван Гронов подбадривает зал и с ним вместе. Ой, смотрите, еще один пример отменной обоюдной работы. И падающий локоть в исполнении Руслана. Ну что, будет сейчас удержание, нет? Как замечательно! Казанова приземлил под ножкой Олега Лешина прямо лбом на выставленную коленку Руслана Серегина. Похоже, они задумали катапульту. И попытка катапульты, но, к сожалению, своего же собственного напарника сейчас атаковал Казанова. Успел сделать реверс. О-о-о! И двойной клоузлайн передачи боя напарнику. Иван Громов выходит на ринг тоже против него. А вот и рейв. Ой-ой-ой-ой-ой! Какой шикарнейший приемчик! Локомотив вмешивается в этот бой не по очереди. Но тем не менее... Легальный участник это рейв с его стороны. А локомотив должен уйти. Уважаемый коллега, здесь уже, по-моему, ни о какой легальности вообще речи не идет. Избивает сейчас локомотив по очереди. А нет, не по очереди. Локомотив поднимает... Ой-ой-ой-ой-ой! Вместе с локомотивом ему помогают Казанова и его напарник рейв. И это будет, наверное, супплект от трех двоим. А получается наоборот. От двух троим. Трем, точнее, извините. Смотрите, повтор. Иван Лешин. Иван, да что ж такое? Иван Громов, Олег Лешин. Делают успешный суплект сразу трем с его поверхностью. Но рано, рано радовались победе ребята сзади двойным. Так, в руках Казанову портрет, с которым вышел Руслан Серегин. Р-колона Казанову. И удар портретом по Олегу Лешину из рук локомотива. Давайте уж для полной красоты картине. Так, что делает Ронни Кримсон на ринге? Локомотив тем временем отправляет... Это была Лока-бомба. Отправляет Лока-бомбой в полет Ивана Громова. Раз, два, три. Все, бой окончен, дорогие друзья. Оппозиция, новые командные чемпионы. Он его отправил не в полет. Он его отправил глубоко в ринг. Глубоко в ринг он его впечатал. Так. Снимает футболк Ронни Кримсон. И что же мы видим? Оказывается, он у нас снова участник группировки оппозиция. Ронни Кримсону удалось им перемолить на свою сторону. Вот он, решающий момент этого боя. И Лока-бомба. Так, ну что ж, оппозиция празднует победу. Локомотив и Рейв новые командные чемпионы. Вы за звание чемпиона независимой федерации рестлинга. Встречайте бредилген и беспостой весом 110 килограмм. Итак, уважаемые друзья, продолжается наш сегодняшний чемпионат. В рамках Кубка Президентов 2007 сейчас состоится бой за поезд чемпиона независимой федерации рестлинга. И вы видите, как к Рингу выходит претендент на этот бой, на этот титул Антон Зерябин. Ну что можно сказать? 192 сантиметра рост, вес 110 килограмм. Не побоюсь этого слова, народный чемпион независимой федерации рестлинга. Что можно сказать? Любят, любят его наши зрители. И заслужил он эту любовь. Шикарно проводил свои бои. Были победы, были поражения. Да, заслужил достойно. А посмотрите, если сейчас кто-то обратил внимание, возле ринга группа фанатов держит неимоверных размеров плакат. Смотрите, на котором написано Антон Зерябин. Не меньше чем 3 на 3 метра. И такого плаката я еще не видел у фанатов. Да, я думаю, сейчас Антон сам немножко растерялся, увидев это. А тем временем к Рингу выходит его оппонент. Действующий чемпион независимой федерации рестлинга Вулкан. Я думаю, если ему придется слишком туго в этом бою, он может использовать этот плакат, чтобы забежать за него и на время укрыться. Боюсь, что тогда его просто побьют фанаты Антона за этим плакатом, и никто ничего не увидит. Так темную сделают в Вулкану. Да, но будем надеяться, что все-таки он оправдает надежды своих болельщиков. Уж очень хорошая у него поддержка. Да и, кстати, у Вулкана тоже в последнее время поддержки много, несмотря на то, что зачастую не совсем однозначно ведет себя на ринге этот борец. Иногда, так сказать, вызывают вопросы некоторые его действия на ринге. Но, тем не менее, конечно, это не умаляет его способности как борца. И, безусловно, он один из самых достойнейших в независимой федерации рестлинга России, чтобы носить этот пояс чемпиона. Тем не менее, очень много раз, простите за бедность встречи, отлынивал от этого боя Вулкан, пытался улизнуть по различной замене. Мы все прекрасно помним матч Антона Дерябина против Славы Нискубина Рони Кримсона, где специальным рефери был Вулкан. Ну вот, наконец-таки, бой состоится. Да, Вулкан мог отнынивать какое-то время, но не всегда же ему будут позволять отлынивать. И теперь это схватка один на один, которая должна определить сильнейшего. Вулкан предлагает сделать тест силы, мы называем вот это, сцепку руками, чтобы борцы пытаются узнать, кто же их сильнее, чтобы попытаться перебороть друг друга. Ну что можно сказать? Сильны, сильны ребята сегодня на ринге, и у обоих просто бешеная мотивация. Антон Дерябин неожиданно первым прижимает лопатки Вулкана к рингу. Руки не расцепляются, Вулкан переходит на верхний захват запястья. Ну что ж, начали с борьбы. Наши сегодняшние борцы решили весь, как говорится, экшен оставить на потом. Сейчас болевой захват руки, вы видите, в исполнении Вулкана. Но тем временем Антон его поднимает, но не смог удержать его на плечах. Не на секунду не отпускает, не снижает давление Вулкан на руку Антона. Все так и пытается прижать его этой сцепкой к рингу. Но Антон и тут находит возможность контратаки. Удержание не засчитано. Ну как не засчитано, просто было прервано. Это был один, а нужно три. Итак, бросок через бедро от Антона. Вулкан реверсирует на захват головы ногами. Антон пытается вырваться. Нет. Выходит на удержание. Да, судья начинает считать. Нет, к сожалению, только два. Вот так часто самое главное в таких ситуациях не отпускать своего противника. Потому что распустив руки, ты можешь неожиданно попасться на его контратаку. Поэтому никто не хочет уступать здесь. Тем не менее, на контратаку попадается сейчас Вулкан. В хедлок зажал его Антон. Разбег. И да, шелдерблок сейчас... Плечевой блок от Вулкана. Лежит сейчас, точнее уже не лежит, уже поднялся Антон. Терябин, попытка реверса, удар второй. Третий. Но тут же просто падает под... Да не просто падает, а просто за волосы его Вулкан роняет на затылок. Тут же добавляет удар локтем в челюсть. Антон снова падает. И теперь Вулкан притягивает его брюшной полостью себе на колено. И... Вот это да, падающий локоть. Да еще с прыжка с соперника. Да еще и на затылок. Да еще и приминай Антона всей массой к рингу. Да еще и незащитное удержание, потому что было только два. В общем, все вместе мы сейчас видим, дорогие друзья, поднимает Антона Вулкан. Опа! Европейский апперкот. И прессовалка плечом в углу. Антон, конечно, держится пока молодцом. Я говорю, что держится, потому что Вулкан уже продолжает эту длинную серию атак. Еще один европейский апперкот сейчас был, но посмотрите, контратака Антона. Клоузлайн на Вулкане поднимается, правда, последний с ринга. И это будет слэм с плеча. Да, слэм с плеча, разбег и... Ой-ой-ой, шикарнейший бигбуд. Прямо, по-моему, то ли в стоочной сплетине, то ли в грудь. И сплэш. Нет, только два фиксирует судья. Успел Вулкан прервать удержание. Поднимает его Антон. Да, попытки удержания, конечно, будут вот так вот происходить, как и в этом бою с самого начала, и будут продолжаться. Но обоим этим ребятам наверняка нужно больше, чтобы не оторваться от ринга до счета трех. Вот еще одна попытка. Вулкан выходит вот таким же липком по ушам. И вторая попытка удержания также не прошла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это удар. Как сказали бы футболисты, с подъема сейчас по ребрам получил Антон. Поднимает его Вулкан. Бьет об подушку на ринге. И смотрите, мощнейший суплекс от живота к животу. И Антон опять выходит на удержание. Раз, два, всего лишь два опять. К сожалению, не проходит удержание. Смотрите, как закрутил он Вулкана, который весит тоже около 105 килограмм. Алабама слэм, по-моему, это сейчас было. Так точно. Лежит Антон на ринге. Не может подняться тем временем. Вулкан садится на третий канат. Ну что, уже похоже больше народу в зале болеет за Вулкана, мне так кажется. Хотя... Ой-ой-ой-ой-ой. Промахивается падающим локтем Вулкан. Слышно, часть зала кричит Вулкан. Часть Антон. Получается что-то... Вултон или что? Или Ан... Анвул. Алкан. Анвул. И... И... Раскрученный слэм. По-моему, это подножье Вулкана, кажется, назывался прием. Нет, это еще не тот, не финальный прием Вулкана. Но тем временем растерянность сейчас выглядит Вулканом. По-прежнему не может он довести этот бой с Антоном до победного конца. Опять не прошло удержание. Всего лишь до двух успел досчитать судья. Вулкан, похоже, существенно измочалил Антона. И он сам в это уверовал. И только что он ему залепил чоп. А чоп это часто используется борцами как такой издевательский удар, чтобы показать свое превосходство. И неужели будет бомба? А на самое удержание. Раз, два, ну... Нет, к сожалению, опять только два. Но сейчас очень... Меня удивил Антон. Я не ожидал, что у него остались силы на такой прием. Вулкан еле встает, но все-таки ударяет Антона в челюсть локтем. И ответный удар в челюсть от Антона. Окраясь на канат и встает. Поднимается Вулкан. Вулкан выжигается. Разбег и... Ой-ой-ой. Двойной клоузлайн, дорогие друзья. Оба борца лежат на ринге. Но я думаю так, кто сейчас первым станет, у того и больше шансов выводить. Как вы догадливы, мой коллега. Несмотря на ваше косноязычие, вы все-таки ужасно догадливы. Могу вам сделать такой вот комплимент. Спасибо, да просто я такой умный, мне череп жмет. Антон встает первым. У него, безусловно, есть шансы на победу. Но Вулкан не дает ему использовать эти шансы. По крайней мере, на данный момент. Поднимает Антона. Голова зажата. Это будет или суплекс, или очередной слэм. А вот это уже похоже, да, это... Нет, Антон блокирует попытку этого приема подножья Вулкана. И неужели карусель удачи будет? Хрячь! Да, она самая. Коронный прием Антона Дерябина. Карусель удачи, удержание. Раз, два, три. Да, это было три. Нет, 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 подождите. Похоже, Антон оправдал надежды своих. Нет, 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 смотрите. Второй рефери выходит на ринг. О чем-то они сейчас спорят с рефери, который обслуживал этот матч. По-моему, сомневается в том, что удержание можно взять защитовый сейчас. По-моему, на счет ли... Непонятно, что происходил третий повтор. Бой продолжен. Бой продолжен. И Вулкан, не теряя времени, делает сворачивание на лопатки Антона Дерябину. Вы слышите, как завелся зал. Они не верят, что после такого... Представляете, какой эмоциональный шок. Не только для зрителей, а для самих борцов. В первую очередь для Антона. Заводит себя сейчас Вулкан. По-моему, он уже чувствует, что победа близка. И... Ну все, я думаю. Теперь-то Антон уж вряд ли встанет. А тем временем Вулкан забирается на канат. И вот такой, скажу мне... Летящий шлагбаум. Точно. Летящий шлагбаум. Хотел как-то, знаете, эффектно назвать этот прием. Поднимает он Антона. Может быть, сейчас удастся Вулкану то, что он пытался провести две минуты назад. Опять сейчас закидывает Антона Дерябина на плечо. Раскрут. И Антон, по-моему, реверсирует это на ДДТ. Да. Успел захватить шею Вулкана. И сейчас удушающий прием. Подождите. Я никогда в жизни не видел, чтобы Антон Дерябин применял вот такой вот болевой прием. Похоже, он действительно хорошо подготовился к этому бою. Он применяет все, что можно. Да, по-моему, Вулкан его просто разозлил. Тем более, это незащитная победа. Ну что, чем все закончилось? Отсчет начал судья. Два. Нет, смотрите, остались силы у Вулкана. Пытается он разорвать удушающие объятия Антона. Нет, все, сдается Вулкан. Сдается. Все. Антон выиграл в такой раз. Он же, кажется, контрольный. Все. Победа. Да, вот это действительно убедительная победа. Ведь первый раз, по-моему, мы становимся свидетелями, как Вулкан сдался от болевого приема. Да я, кстати... И Антон, похоже, абсолютно, по-моему, абсолютно заслуженно получает пояс чемпиона независимой федерации рестлинга. Ну что он тут говорит? Дважды подряд в одном матче удержать своего оппонента. Это редкое зрелище. Вот видите, повтор сдается. Вулкан, все. Кстати, я первый раз вижу, чтобы Антон применял удушающий прием. По-моему, он никогда не практиковал такие вещи. О, господи, о чем же я говорил минуту назад? Именно об этом. Да, уважаемые друзья, повезло нам сегодня, что мы стали свидетелем такого выдающегося боя. Это действительно бой, достойный лучших борцов, которые показали себя практически на 100%. Посмотрите, издевается сейчас Антон. Он показывает ему некогда принадлежащий ему чемпионский пояс. А Вулкан до сих пор не может поверить в то, что он дважды проиграл. А сейчас я хочу сказать несколько теплых слов в своей горячо любимой напарке. Так вот, Ирина Артенгольц, мне надоело постоянно отдуваться одной за нас двоих. Ты неизвестно, где пропадаешь, а я должна одна из кожи лезть для того, чтобы чего-то добиться? Я больше не намерена терпеть твоего бездарного поведения и разгильдяйства. Ты мне больше не нужна. Я и без тебя отлично справлюсь. Так что вали отсюда. А что касается тебя, Вика Каменцева. Ты полгода неизвестно, где шлялась. А тут пришла. И давай тебе пояс за чемпионский пояс. Ха, размечталась. Хрен тебе. Я больше тебя достойна быть чемпионкой. Уйди с моей дороги. Оставь мне этот бой. Да, вот так. Старые связи порушены. Я, конечно, понимаю твое желание драться. И ты будешь драться. Но только в следующий раз. Или, может быть, даже еще позже. И, может быть, даже со мной. Потому что в этот раз я намерена уйти с ринга с чемпионским поясом. Так что, прости, конечно. Но это бой. Бой. А ты? Ну, ты можешь посмотреть его из зрительного зала. Вот так вот. Драться будет, Вика Каменцева, вроде, ходит в чемпионский пояс. А крайне не рады этому событию в Мереле, которая была в команде церинарных поясов. Но на самом деле. Но на самом деле, дорогой мой коллега, больше всего эту бой рада сделана, если можно так сказать именно я. Потому что сейчас на них выходит девушка, которая завоевала мое сердце от самого верха и до самого низа. Это наша чемпионка Бонни. Бонни скончается где-то ниже пояса в штанах. Бонни скончается в районе колен. Такое большое у вас верху на вальсе. Да, Влад, так, Вика не дает Бонни вылезти толком на ринг, как бы подчеркивая этим свое превосходство и свою доминацию на этом ринге. Но это все еруда, потому что я прекрасно знаю нашу чемпионку Бонни. Это, если можно сказать, девушка олицетворяет собой понятие бойца. Это великий человек, не побоюсь этого слова, техничная, красивая, дерзкая. Ну что-то еще можно сказать. Девушка, у которой на спине нарисован скорпион, а не слово из четырех букв Вика. Вот эта девушка, которая достойна быть чемпионкой, и она является чемпионкой. Это Бонни, друзья мои. И сегодня она даст хорошенько Вике Каменцевой. Ой-ой-ой. Обмен пощечинами. Еще один от Бонни. И вот теперь уже такой шлипок, но, кстати, законно, открытой ладонью спивает Бонни Сног. Вика Каменцева, напомню, она экс-чемпионка независимой федерации рестлинга, и она потеряла свой пояс в такой ситуации, в которой удержать было его крайне сложно. Это был бой пятерых девушек на вылет, каждая за себя. А в такой ситуации сегодня крайне непредсказуемый. Да! И вы получите чемпионок, твои шансы потерять чемпионский пояс очень велики. Да, собственно говоря, а бой этот, в котором Вика Каменцева лишилась чемпионского пояса, выиграла как раз Бонни. И с тех пор Бонни удерживает этот пояс у себя. А с тех пор это всего лишь первая встреча, такая вот честная встреча один на один на ринге. Вики Каменцева против Бонни. Что за мощнейший удар пяткой в ухо. Вы посмотрите на Бонни, вы посмотрите на этому бойца. Она даже не показывает, больно ей или нет. Если что она делает, она осыпает градом ударом Викторию Каменцеву. Бой проходит в настоящем таком... Ну не знаю, коллега, мне очень нравится скандалность Бонни. Это настоящее противостояние. Промах, блок. И вот это да! Откуда ни возьмись, Вика проводит красивейший прием под названием ураганный наезд. И добивает, да, добивает Бонни, да притом так, что вылетает наша чемпионка. Вот он. Опа, смотрите какой прекрасный закрут. Матч продолжается, Бонни пытается вернуться на ринг. Да, вы знаете, у нее это получается, у нее получается Бонни возвращается на ринг. Потому что Вика дает, что это сделает. И получает сразу же бросок от Вики Каменцевой. Удержание раз! Нет, даже двух не было. Все-таки Бонни не такой человек, чтобы сразу сдаваться. Она, мне кажется, победит. Она добьет Каменцеву. Попытка суплекса, но Бонни реверсирует его. Оказывается, спиной. Вика блокирует, захватывает. И подножка. И попадает на подножку. У Вики многочисленные травмы, поскольку она занималась кроме рестлинга еще и вольной борьбой в течение нескольких лет. Была неоднократной чемпионкой Москвы. Вот теперь она пытается найти, снова проложить себе дорогу чемпионки пояса. Сейчас вы видели пока что удержание Бонни, но неудивительно не смогла она, к сожалению, удержать Викторию Каменцеву. Два, было два, но никак не три. А сейчас вы видите болевой прием, захват руки. Вика вырывается, был рог назад, и она пытается встать. Ну, я бы не сказал, что она вырвалась. По-прежнему рука в захвате. Подсечка рукой. Бонни подвалила ее на подсечку. И, по-моему, головой сейчас Виктория Каменцева приземлилась в ринг. Ну, поделом ей. Хороший удар. Вот это удар ногтем, да. Хороший удар. Хороший удар. Ни в чем не уступает. Я имею в виду в интенсивности они не уступают. Уважаемый коллега, а у меня такой вопрос. Как вы думаете, увидим ли мы сегодня в женском матче кровь? Вот увидим ли мы это? Ой, не хотелось бы. Мне все-таки всегда жалко такие вот женские нежные организмы. А вы знаете, кровь Виктории Каменцевой я с удовольствием бы увидел в этом матче. Вы уже кровожатый, конечно. Нет, я просто обожаю эту стерву в черно-зеленом костюме. Удушение, удушение об канат нелегально. Судья делает замечание. Ой, вы посмотрите. Всем весом на шею Вики Каменцевой. Да уж, не пожелаешь выдержать такой вес, будучи прижатым горлом на канат. Что же сейчас будет разби... Ой, посмотрите, приземляется между ножьем, если бы это можно сказать. А почему с таким смехом вы воспринимаете это? О, смотрите, она приземлилась между ножьем, но тем не менее она тут же выписала большой башмак Вике Каменцевой. Правильно, потому что приземлиться между ножьем мужику на канат и девушке на канат. Да, но вы же болели за Бонни, а теперь почему она так вас радует? Ну, не исключила, дорогой коллега. Вика атакует, смотрите, какая серия локтей. Да я радуюсь, потому что я прекрасно знаю, что Бонни все равно даст ей по морде, что она и делает. Еще одна попытка, Бонни еще в углу. И второй натык на выставленный локоть. И Бонни... Бонни, натык, Бонни! Натык! Нет, это была попытка сайдвок слэма, а Бонни приземляет ее лбомом в свое колено. Бонни снова на ногах, она, похоже, полностью вернулась. Здорово, коллега, сейчас я чувствую, что-то будет. Судя по этой поднятой вверх руки Бонни, что-то сейчас будет. Итак... И... Она забрасывает ее на свой финальный самуанский бросок. Вика блокирует. Удар по спине. И... Да! Рок-ботом! Да, Рок-ботом в исполнении Бонни. Это ее коронный излюбленный прием. Рок-ботом на Вике Каменцевой. И Вика вряд ли уже теперь встанет. Да, Вика встанет только с помощью Бонни, что, собственно говоря, Бонни и делает. И теперь второй фин... Может быть, после этой поднятки она сможет сделать самуанский бросок. И она делает его блестяще. Просто... Просто грация. Смотрите, сейчас будет самое великое удержание в истории рестлинграция. Нет. Ошибся. Викина стойкость дает ей возможность продолжать упорную борьбу в этом непростом бою. И не побоюсь этого слова. Это, пожалуй, один из лучших боев. Уважаемый коллега, вы сейчас говорили про Викину стойкость. А мне интересно, вот она сейчас удар по почкам, по-моему, с ноги получила или по печени. Я все время путаю с какой-то стороны, что находится. Так, Бонни разбегается. Как за счет стойкости Йорганов? Секунду. Ой! С разбегу. Такой удар в челюсть. Вика опадает вниз. Просто отрушивается. Потому что она не в силах выдержать на ногах такой удар. Еще один разбег. Что это будет? Неужели снова? Да. Еще раз. По-моему, локтем в шею получает сейчас Вика Каменцева от нашей чемпионки. И сейчас что-то будет. Она имеет в виду Вика Каменцева. Что же будет? Бонни разбегается. Да, прыжок спиной. И Вика падает на ринг. Как получается бедная Виктория. Ну, а что и вы ее жалеете, уважаемый коллега? Она сама прекрасно знала, на что она идет. Она идет на бой против. Нет, она блокирует этот карусель раскрут. Откидывает Бонни успешно в противоположный угол. И сама от себя делает карусель. Ой-ой-ой-ой. Это может поменять ход матча. Смотрите, сколько поддержки у Вики Каменцевой. Она поднимает Бонни. И... Неужели она и сделает? О-о-о! И она делает! Да, это был скуп слэм. Слэм от Вики Каменцевой. Бонни что-то не торопится встать. Наверное, просто не может. Ну, вообще-то, уважаемый коллега, если бы вас так бросили, вы встали бы сразу, а? Тоже не так быстро. Вика поднимает ей подняться. И шило! Только для того, чтобы тут же уронить ее затылками шеи. Своё плечо. Это был Шейлом. Уважаемые друзья. Нет, я не могу поверить, что вот так вот просто можно победить Бонни. Но это же боец. Ой, посмотрите, это Мэрилин Кляй. Она подбегает к рингу. Тихо, тихо. Да, девчонки не могут успокоиться. Их давние перепалки между собой теперь уже на ринге. Да, говорит Мэрилин то же самое. Это мой бой. А Вика возвращается. У нее нет никакого выбора, только кроме как вернуться обратно. Итак, захват на ДДТ, кажется, или нет? Да, посмотрите, Бонни реверсирует. И будет ли Симуанский? Да, Симуанский бросок. И удержание. Раз, два, три. Все, Бонни выиграла. Бонни смогла сделать это. Она удержала свой поезд в бою против Виктории Гаминцевой. Да, вот это передвижка, неожиданно данная судьбой кури в лице Мэрилин Кляй. Вики не надо злиться на бонни. Она должна злиться на бонни. Посмотрите, Виктория перебегает в погоню за убежавшую. Только что Мэрилин, да. А тем временем на ринге очаровательная черно-зеленая девушка со скорпионом на спине заслужила. Да, она заслужила эту победу. Чемпионский поезд, она отстояла. Я думал, это будет честный матч. Этот матч подолкал. Ронни Кринс, ты знаешь, что я ощутил, когда ты ударил меня по... Когда ты напал на меня сзади. Я ощутил ярость, ярость, злость на тебя и на весь мир. Да, похрен. Но потом я подумал, что так даже лучше. Потому что мне больше не придется оглядываться назад. Прикрывать свою спину. Ударил ниже. Твоя картика мне еще известна с тех пор, когда я отобрал у тебя межрегиональный пояс. Ты всегда оставил превыше всего свои амбиции. А я считал, что рестлинг это спорт. Уже в тот момент, когда ты предложил мне объединиться с тобой в одну команду, я подозревал, что такой момент настанет. Ронни, следующий год, это год крысы. А я не хочу быть такой же крысой, как ты. Из-за тебя я потерял своего друга. И ты за это ответишь. Ну что ж, многие из вас видели, как непродолжителен был этот союз. В лице славы Нескубина и Ронни Кримсона. Многие только сейчас увидели из этого коротенького промо. Но сейчас будет именно то, к чему это все привело. А вылился этот бой, да. Слава Нескубина против Ронни Кримсона. А вылился этот союз в очередной бой вместе. Не смог простить слава и предательство Ронни Кримсона. И не мог простить себе свою глупость, за которую он поругался своим лучшим другом Антоном Дерябиным. Поэтому сейчас слава, я думаю, будет биться не на жизнь, а на смерть. А мы видим приветствие своим фанатам от Ронни Кримсона. Этого замечательного красно-синего. Райснера. Ну, не знаю, насчет вечно потерянного. Но это просто, не знаю, красно-синей волни, которая крушит соперников на ринге в пух и прах. А сейчас выходит слава Нескубин. Да, слава Нескубина, пожалуй, самая главная задача в этом матче будет именно совладать со своими эмоциями. Мы понимаем, кого ему. Это его стало персональным делом доказать, что он прав и что он сильнее Ронни Кримсона. Но сможет ли, не уступит ли место эмоциям его способности как рестлера. Поэтому, я думаю, что будет очень интересно. Да, вот не успевает только бой начаться. Мы даже не слышим еще сигнал Конга. Не, ну это вообще, я считаю, неправильно. Судья не дал отмашку о начале боя, а слава уже напал на Ронни. Но это вообще никакие ворота не лезть. Я не знаю, пора уже... Вон, накажем. Коленками, коленками. В угол на горох, на горох его. Вы видели вот эту подсечку, дропкик в колено, от которой Ронни приземляется себе на шею. Ой, вот, наконец-таки. Ронни приходит в себя, получил удар. Промах, еще промах и дропкик. Ой, ой, ой. Не успел он прийти в себя, как получает еще один дропкик от Славы. Нискубина первым был в коленку, а теперь уже в грудь. Разбег, разбег, разбег и Слава натыкается на локоть. Тут же делает, смотрите, просто не успеваем комментировать, потому что так быстро они контратакуют друг другу. И шею лом. Да, не сладкий сейчас приходится Ронни Кримсону. Но мне почему-то кажется, что этот борец нас еще сегодня удивит и Нискубину достанется. Как поддерживается Слава Нискубина. Итак, вот, промахивается, отходит от угла ринга Ронни Кримсон. Причем долго дал Слава Нискубина приходить в себя, Ронни Кримсону. Сначала плечом влетает в стойку ринга Слава Нискубина, а потом получает удар в грудь от Ронни Кримсона. Еще один бросок с поворотом от Ронни. Это вот такой закрученный шею лом только что был у них проведен. И удержание. Раз, два. Что-то не так, а что-то не так. Еле-еле отводит на секунду плечо от ринга Слава Нискубин, и это становится замеченным судьей. Мы этого не видели, но раз, было два, значит два. Да потому что этого не было, это было чистое удержание. Ой, какой DDT. Нет, судья проверял своими ладонями. Судьи окуплен, не получилось чистое удержание. Такая инерция, что голова просто отлетает от ринга. Так, что у нас происходит? Ронни разматывает бинт. Бинт с руки. Чтобы жестче ударить костяшками, наверное. И через третий канат выбрасывает Славу Нискубина с ринга. Ну, по делам ему. Да, не успел Славу прийти в себя. Неужели Ронни пойдет на этот выскок. Разбег от каната, впрыжок. Вот такой суицидальный выпрыг за ринт совершает Ронни Кримсон. Ну, суицидальный, не суицидальный. А этот прыжок достиг цели. Посмотрим еще раз. Пожалуйста, смотрите. Прыжок цели достиг. Слава Нискубин валяется бездыханный на матах. Да, какой динамичный матч, кстати говоря. Просто экшен. И грубо. Ой, вы посмотрите. Вот что значит класс рестлинга. Грудью об ринг, потом спиной об ринг. Но не тут-то было. Этот звук был от соприкосновения Славяного лба с поверхностью вот этого мата. Ой, смотрите. А ведь там не мягко. Только какая-то тоненькая прослойка. Разгон, угол. И теперь... Ой, вы посмотрите. Лбом в стол. Ударяется Слава Нискубин. Ну, что же такое-то, а? Вот это да. Ну, правильно, Слава. Вот это жесткач просто. Вот это настоящий жесткач. Нечего Слава было лезть. И еще один удар ногой. Смотрите, попав Славе ногой по затылку, он еще и толкает голову, как бы голова врезается после этого лбом еще раз об тот же угол. По-моему, Слава раскроил себе от этих двух ударов об железный столб себе лоб. Ну, не знаю, мы этого не видим. Он лежит лицом вниз. Ну, в любом случае, ну, после встречи лбом с металлической стойкой ринга. Смотрите, кровь была на полу. Да, по-моему, от другого боя осталась кровь. Нет, у Славы рука вся в крови. Давайте понимаем. Да, кстати, да, точно. У Славы раскроен череп. Теперь это уже официально подтверждено. Но он находит себе силы реверсировать. И что? Дивиди! Шикарный, к сожалению, блин, вот был Дивиди. Уже третью минуту бой проходит за рингом. Потому что болеют за своего любимого красно-синого Роника Лимпсона. Столько здоровья борцам. Вы только себе представьте, сколько они уже потерпели. Посмотрите, что делает Слава. Он забирается на стойку ринга. Обратное сальто. Вот это да. Обратное сальто на Ронни Кримсона. Похоже, Ронни Кримсон чуть-чуть успевает уйти с дороги. И благодаря этому Слава приземляется как на Ронни Кримсона, так и сам калечится об его колени. Вам не кажется? Ну, есть. Есть такое ощущение. Потому что Ронни Кримсон сейчас сам не встал. Встал только после того, как его поднял Слава. Но, наконец-то, бой возвращается все-таки на ринг. Слава не сгубит. Где он и должен был быть? Так, он лезет снова на стол. А это для того, чтобы выполнить свой прыжок к лягушке. Неужели он сейчас будет? Да! Прыжок к лягушке на Ронни Кримсона. Да, вот это дома, как мы скажем в таком случае. Прыжок был, но никого не было дома. Так, удар лвом об колено. И бросок поясницы, а коленку делает Ронни Кримсон на Нискубина. Спинолом об колено это был. До этого челюстиломка об колено. Это, да, опять-таки, очень-очень жестко. Удержание. Ну, раз, два. Нет, к сожалению, только два. Как бы мне не хотелось, чтобы было три, но всего лишь два. Итак, толчок об канаты реверс. На секунду замешкался Слава Нискубин. И это хватило Ронни Кримсона, чтобы сообразить и уйти. Вы смотрите, хотел гарпун сейчас. Гарпун хотел сделать Слава Нискубин через канат. Но Кримсон вовремя отошел, после чего осыпал его просто градом ударов ноги. В результате чего Слава практически бездыханной падает на ринг. Да, слушайте, сколько сосудов, наверное, полопалось в голове за этот двор и Слава Нискубина. Нет, вот среди нескольких таких издевательских подсчетчиков. Восстанавливаться придется очень плохо после этого жесточайшего матча. Нет, блин, всего лишь два. С этим мы соглашаемся. Смотрите, какой неожиданный, неортодоксальный болевой. Не жалеет своей шеи Ронни Кримсон для того, чтобы выломать посильнее Славу Нискубина. Но Славе удается дотянуться до канатов, поэтому удержание на болевом приеме должно быть прекращено. Итак, отсчет судьи. Раз, два. Нет, Слава вырывается. Картинное удержание не прошло. Конечно, издевательское картинное удержание не проходит. Сейчас Ронни отточил Славу в центр ринга. А сам тем временем залезает на кого-то и получает от Славы Нискубина несколько ударов в ухо. Чего было лезть. Он же должен был видеть краем своего зрачка, что Слава встает прямо на голову, на затылок. Вот этим вот пыли-ту-пыли с суплексом приземляет Слава. Вы посмотрите, с какого времени. Да, второе дыхание. Разбег. Наконец-то, Гарпун. Первый раз он не прошел. Это даже такой, знаете, комбо смеси с Гарпуной и лягушкой. Раз, два. Чуть-чуть смазалось, но тем не менее. Нет. 2,9. 2,9. А какая разница? Хоть 2,99. Но не 3. Но не 3. Сколько у нас сегодня корреспондентов, фотокорреспондентов и операторов на этом последнем событии рестлинга в России 2020 года. Еще бы, это главное шоу года. Да, и мы, безусловно, наблюдаем один из красивейших его матчей. Ой, теперь зажигается Роник Римсон. Размах. И... Вы посмотрите, какой издевательский удар. Два удара кулаком. Да, вот это было неожиданно. Разворок и щелбан в лоб. Ой, вы посмотрите. Ну как там оказался сидя. Посмотрите. Слава Нискубин прыгает на судью. Послушайте, его же не было за полсу пункта этот. Как он оказался? И удар ноги в живот. И бросок Роник Римсона. Неужели будет удержание? Да, похоже... Какое удержание? Отсчитать-то некому. Выгоды от этого никакой Роник Римсону нет. Правильно. Вовремя прыгнулся Роник Римсон, но не рассчитал, что к нему подойдет судья. И Слава Нискубин просто прыгнет на судью. Смотрите. Роник пытается провести судью в чувство. Чтобы зафиксировать удержание. Так, удержание будет или нет? Раз. Два. Нет. Два. Да, но не три. Два и девять. Смотрите на глаза Роник Римсона. Он бы такой вообще... О, я что я. Нет. Вы знаете, мне кажется, такое ощущение, что он увидел рыбу на велосипеде. И... Неужели еще не все, как бы говорят, глаза Роник Римсона? И что это будет? Опа. Передний вот такой закрученный передний дроп. Оттаскивает в центр ринга Слава Роник. Роник Римсон проходит полностью. Неужели сейчас будет еще один фрок сплэш? Я думаю, что со второй попытки у него есть все шансы завершить начатое. Посмотрите, он заводит зрителей. Весь окровавленный Слава Нискубин залезает на третий канат. Роник Римсон еще там. Но... Фрок сплэш-то был, только вот находчивый Роник Римсон подставил колени под летящего Славу Нискубина. Удержание. Раз. Два. Три. Вы посмотрите. Отличное удержание. До счета три. И победитель этого боя Роник Римсон. Да, друзья мои, я рад. Только вот этого реверса, контратаки хватило для того, чтобы Слава наткнулся с антончиком сплэшнением на эти колени. И все, он не смог прийти в себя до счета три. Роник Римсон еще пытается помочь себе забросом ног за канаты. Но судья этого не заметил. Удержание было зафиксировано чистым. Поэтому Роник Римсон выиграл этот матч. К сожалению, не удалось Славе Нискубину отомстить. Отомстить за себя. Ну и правильно. Выигрывает сильнейший. А как известно, красно-синий самый сильный. Роник Римсон выиграл в этом бою. Слава Нискубину отомстить. Слава Нискубину отомстить. Слава Нискубину отомстить. Друзья, ну вот мы, собственно говоря, и подошли к главному событию нашего сегодняшнего вечера. Третьему и ежегодному клубку президента. Слава Нискубину отомстить. Слава Нискубину отомстить. Начнем от счет появления первого рестлера. Кубка президента. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Итак, вот оно. Случилось то, о чем говорили почти целый год. Это главное событие независимо от федерации рестлера. Это кубок президента 2007 года. Двадцать борцов. Один, другим, с интервалом в одну минуту выйдут на этот ринг и попытаются доказать, что они самые крутые в этой федерации. Они и никто иной могут быть царем горы, выкинув всех или наибольшее количество оппонентов с ринга. И последний оставшийся стоять на этом ринге в качестве победителя будет обладателем президента и обладателем возможности побороться на чемпионский пояс в следующем году. В любое удобное для него время. Мы видим, как на ринге появляются первые два участника. Первый из них был Вася Штырь из команды Коза Ностра и Пасемка Лошкина Рязанской области. А сейчас это Шокер. Ну что ж... Вася Штырь и Шокер получили почетное право начать кубок президента 2007 года. Ну, скажем так, Вася Штырь начал более успешно. Сейчас он занимается тем, что избивает Шокера, но нет, но нет. Шокер избивает в ответ Васю Штыря и освобождается от захвата головы. И Шокер набирает обороты. Грома. А тем временем зрители уже считают последние несколько секунд. И кто же будет участником номер три? Кто же будет участником номер три? Давайте посмотрим. Это Сергей Нарциссов, который мы видим на наших следующих экранах. Ну что ж, хорошее начало королевской битвы 2007 года в легком весе. Пока все первые три участника. Смотрите, Сергей Нарциссов с усвоенной энергией прессует на одного из уже находящихся на ринге. Ооо, вот это да! Как прекрасно он уходит на ураганный наездник. И дроп кик в плечо. Он даже снимает маечку. Решил показать, что он тоже не в этом шутке красив. Но приземляется прямо промежножьем на коленку Васи Штыря. Это да, Камикадзе кик. Вот такой вот Камикадзе кик выписал Васи Штырь. Сергей Нарциссов. Сейчас внимание по его ушах появится еще один участок. Бросок! Итак, тоже участник номер четыре. Ооо, это... Это наш... Это... По мнению... Да, по мнению фанатов... Наша федерация... Один из самых недооцененных борцов нашей федерации. Отойди-ка, отойди-ка, говорит Сергей Нарциссов. Я бы сказал, он один из самых чистейших лиховесов. Ничего себе. Шокер просто не верит, что его так подставил Олимпуанье. Он ему уступил место и тут же сам попал под атаку. И... Ооо, великолепный дедитив в исполнении Сергея Нарциссова. Но он не успокаивается, продолжает атаковать нашего гостя из Китая. Ооо, но не тут-то было. Наш гость из Китая перехватывает инициативу. И в знаки. Ну, как бы нам не нарваться на международный конфликт в России и Китае. А тем временем выходит участник номер пять. И это будет... Ооо, парень уже начинает справлять Новый год. Смотрите, он даже не может встать на две, конечно, если выходит на четырех. Дорогие друзья, кто-нибудь принесите ему тазик. Человеку плохо. Нет, он вроде... Смотрите, он даже не может дойти до ринга. И вот его мотает, просто плючит, колбасит из стороны в форму. А вот что значит неправильно начатое Пахмел. А Пахмел идет в фитингу за бою. Да, и как он резво делает шестом. И тут же продолжает атаку на спину Лимпаньеу. Делает ему боковой бросок. Ой-ой-ой-ой-ой, промахнулся. Говорит о чем? Не надо пить три боли, не надо. Промахнулся Крюгер, а вот Лимпаньеу попал. Да, он круто попал. Смотрите, похоже, Лимпаньеу вышел на удержание, не по своей воле. Но здесь удержание не проходит. Основная задача в этом бою – выкинуть как можно большее количество соперников через третьи года. Что и пытается сделать. А следующий боец Кубка Президента. Ой-ой-ой-ой-ой. Один из самых серьезных наших дебютантов. Ээээ… Железный Волк. Да, это выход, это Железный Волк. О! Если бы наша фирменная арка с надписью Кубок Президента была бы металлодетектором, она бы сейчас запищала. Ну посмотрите, как он уходит. Вышел, посмотрел, мол, что вы тут делаете, дерете что ли? Ну ладно, я тоже зайду. Многоградный чемпион России и Таиланда по тикбоксу и тайскому боксу. И так… Иииии… Забыл сказать, наш Железный Волк – это гроза всех легковесов. По-моему, всем легковесам нашей Федерации уже досталось от этого железного парня, который, ну не знаю, является грозой всех металлодетекторов. Железный шпидалага. Да уж, смотрите. По крайней мере, трое из принимавших участие с ним в матче, который сейчас находится на этом ринге, и получает от него по полной программе. Дорцы сатуралованы. Посмотрите, какой удар. Смотрите, это тяжело. Какой удар на гость разворота. Да, что уж говорить, чемпион по кикбоксингу, по кикбоксингу. Ты горел, вы чемпион в вашем матче. Это был Сергей Нарцинов. Вот, посмотрите, как он работает. А тем временем выходит, да, незаглядный враг Железного Волка, Красавчик, да. Да, у них были бои между собой, они друг друга недолюбливают, просто недолюбливают. Интересно, что же сейчас будет на ринге происходить между ними? Да, вот я слышал, что Максимка, Красавчик, это сын незаконно рожденной Железного Волка. Не знаю, правда это или нет, но ходят такие слухи. Может быть, именно поэтому они так друг друг друга... Ой, смотрите, он делает канадский разрушитель Майклу Крюгеру. Ничего. Мне нравится, Олега. Какое месилово. Вы привлечете, такого не было, по-моему. Как... Я только говорю, что это слухи. Какое месилово на ринге. Красавчик... Ой, Красавчик продолжает атаковать. Красавчик... Это не атака, это уже просто банальное избиение. Ой, посмотрите, удар ногой с разворотом. А тем временем локомотив появляется. А-а-а. Что это, я же говорю о ней... Так, ну ладно. Продолжаем... И-и-и-и-и-и! Так,��를... А-а-а! Железный Волк выбрасывает Майкла Крюгера за ринг. Вот это да, какой перелет. А сейчас Железный Волк в плодометно избивает локомотива. Реверс делает локомотив удар с ноги. В ухо, по-моему, пришелся железному локу. И сейчас локомотив... Нет, Локомотив сам получает с ноги и ДДТ. Великолепно ДДТ, да. Так, вы сможете выкинуть теперь Железный Волк и Локомотива, более опытных. Да, разгоняет канат. Локомотив, ага, за канатами. Рука застревает. Смотрите, Локомотиву чисто повезло, по-моему. Смотрите, Локомотив нанес удар ниже, так сказать, пояс или как выражать. Да, Абонтов, Абонтов, смотрите, на ринг выходит Ложкинский трактор Петруха. Это напарник Батти Штыря по группировке Казаностра. Это Батти, без квалификации, кстати говоря, здесь все разрешено. Здесь все, что угодно, можно проводить для того, чтобы удалить своего противника. Шокер немного ударяется в Железного Волка и Локомотив выкидывает его. Железный Волк выбыл, да, вот по входу на сайте плане, смотрите, неожиданно впадает на это Железный Волк. Локомотив, похоже, и сам не ожидал, что он удалил Железного Волка. И крутит, крутит Лим Куаньео Петруха. Лим Куаньео пытается блокировать, возвращается на ринг. А тем временем Локомотив продолжает плономерно избивать красавчика, а Лим Куаньео... Лим Куаньео просто получает от ваших штыря по полной программе. Учебный флот номер 10! Вы знаете, как очень тяжело комментировать. Да, вы знаете, да. Просто полный беспредел. Вот наш гость из Испании, Тореро. У него уже был один бой в этом вечере. О, посмотрите, Тореро наевших макарон, доносит прекрасной двойной дроби. Каких макарон? Он же испанец, а не француз. Он же едет мигушек. Ой, не итальянец! Итальянец! А, итальянец! Ой, извините! Да, они все нашли его! Смотрите, красавчик выждал! Вот это да! Локомотив выбрасывает красавчик из ринга. Ну, причем ценой собственной шеи. А Тореро делает двойной DDT, атаковавшим его, не задаваясь до этого, команде Коза Ностра. Локомотив промахивается. Ох! Красок Ликваньон! Удар в кину зазывается этот прием. Руслан! Биг Секси Папа! Так, а вот и наш Биг Секси Папа! Руслан вперед, даже перекрестился перед тем, как выйти на ринг. И да, ему бы это не помешало. Потому что ребята на ринге... Ну, просто не полезли. А у него что, есть выбор? И... Вот это да! Самое страшное появляться в Секси Папа! Потому что все уже разгречены. Идите Диву! И думаешь, выходя к ним, что же я здесь могу с ними сделать? А вот, кстати, заметьте, сейчас верхнюю тактику выбрал Локомотив. Он сам вышел с ринга, чтобы перевести дыхание. Это какая-то тактика. Это какая-то тактика. Совершенно точно что-то ждет в этот поет. Пряжка слетает у Руслана Серегина. Вот-вот и от него просто с него попадут штаны. А в этот поет Лим Кваньо просто добивает его в грудь. Ну, Руслан Серегин, в былые времена, очень любил Хакасовым свои трусы. Может, и сейчас не решили это сделать? А вот Иван Громов выходит на ритм. Только что мы слышали объявление. И сейчас задаст им перцу, я думаю. Тореро. Попал за Тореро. Кто будет Тореро? Тореро. Ложкинский трактор. Петруха. Но не тут-то было. Или было? Было. О, великолепный враг. А не было, так стало. Да. Руслан Серегин нападает на Ивана Громова. Смотрите, сколько смелости сегодня у Руслана Серегина. Да, вот не боится с такими трупными парнями работать, как Иван Громов. Так, Руслан Серегин в данный момент в углу просто избивает как владельца Шокера. Ти-ти-ти. М5. Иван Громов делает Ликван Йо. Ну, где-то там винты оказываются замутаны. Так, а суть по музыке к рингу выходит напарник локомотива по группировке, а позиция Рэйв. Или я ошибаюсь? Нет, не ошибаюсь. Я ошибаюсь, дорогой коллега, это на самом деле выходит Рэйв. Вот я теперь понял тактику локомотива. Он ждал своего напарника и... Сейчас, наверное, локомотив появится на ринге. Ой, Ликван Йо выбрал Шокера и они оба выпали, смотрите. Вот это да, Ликван Йо. Сначала выбросил Шокера, а потом... Вылетел сам. Ну, не как с Иван Громов. Два выбавших одновременно Шокера и Ликван Йо. И... Он подкладывает Штыря. Но не тут-то было. Удар ноги... Ой, посмотрите. А его подкладывает. Выполнялся. Такая была командная трактика. А его подкладывает, лошадь и тракторе забрасывает, по-моему, опять на ринге. Да, а тем временем к рингу выходит Еретик. Приветствует своих фанатов. Он поет песню, но сегодня петь некогда, потому что быстро очень нужно оказаться на ринге. Что он и делает. Да, Вася Штыря уже снова на ринге. Он же получает от Вася Штыря великолепный бросок. Вася Штырь у нас сегодня долгожитель. Он первым начал этот уникальный бой, который проходит не чаще, чем раз в году. И смотрите, уже на 15 минуте... А вы посмотрите, что происходит на заднем плане. Руслан Серегин душит, просто душит Ивана Громова. С ноги получает Тореро от Диксексипапа Серегина. И планомерно подвергается избиению Баклуринга. Все бойцы лежат практически, смотрите. Да что тут душить, тут выкидывать надо. Случит музыка. А вот и ментразиво. Ну все, сейчас он всех отправит в дискватории на опыте. А сколько мы его не видели? Год больше? Он под всему недавно выступал как-то. Да, я уже совсем забыл про этого персонажа. И... Дима, как обычно, затапкивает одного из противников, которым оказался Тореро. Но тут же получает серию ударов Чайник или Кубин даже. Он посмотрит, там что-то вообще непонятное происходит. Друг друга пытаются все кого-то выкинуть, но никто не хочет пахнуть. Смотрите, вдвоем пытаются. Еретиками противов пытались выбросить Супер Русса, но нет. И... И... Скуп Слэм на медбрате Дима делает Руслан Сирилоген. И продолжает избивать нашего медика. Сейчас должен выйти еще следующий боец. Кто будет? Ага, это напарник Ивана Громова по команде. Да-а-а-а! Сиротом города из Тамагина, Олег Лешин. Вот это сильная заявка на победу. Сейчас, я думаю, Ивану Громову, как уже начавшему участию в клубе президента, будет полегче. Очень хорошая поддержка. Да, очень хорошая поддержка. А, медбрат Дима, медбрат Дима выпал, медбрат Дима. Похоже, Рейф его удалил. А теперь Иван Громов удаляет вторая эра. Все, Олег Лешин на ринге. И они начинают равномерное изменение своих заглядных врагов на позиции. Я бы сказал, что сейчас начнется зачистка ринга. По-моему, сейчас Олег Лешин и Иван Громов просто будут выбрасывать одного за другим. А тем временем Вася Штырь пытается… Да, не так-то просто в такой суматохе это сделать. Пока что мы видим, Олег Лешин тоже сразу на движении. Похоже, что Олег Лешин сейчас удалит Рейфа. Иииии, верно идешь с ними! Вот бочта Иван Громов, Олег Лешин, Рейко Локомотив, теперь вот Казанова и Руслан Серегин. Команды сходятся за какое-то время, но каждый дерется сам за себя. Так, ну смотрю, напарники продолжают медоничные сгланы. Вот, как раз, командная работа, Казанова попадает, хотя он только что появился на ринге. Да, под горячую руку сейчас попался домоденовским ребятам Казанова, который уже, вы посмотрите, избивает Васю Штыря. А Иван Громов в этот момент пытается выбросить ринг Геретика. Лешин делает DDT Локомотиву, Казанова, Германский, Басю Штырю. Да, экшен просто тут продолжается, не останавливаясь ни на секунду. А вот и новоиспеченный участник оппозиции. Да, это красно-синий, самый сильный, это Роди Климсов, новоиспеченный участник группировки оппозиция. И, стоп, как досталось Казанове. Что же будет делать Роди Кримсон? Кого он атакует первым? Такая чемала, наверное, сколько народу, а? И его получает, Еретик получает от Кримсона. Да, на ринге скатилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На грани деле восемь человек. Может быть, еще кому-то не могу с вами спешить. Ага, Лена. Девять человек. Пять человек на ринге, да. Тем временем, Вася Штырь пытается выбросить. Пытается выбросить Казанову, по-моему. Нет, они вместе с Казанову пытаются выбросить Ивана Громова. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, Эф, да. Рыжки. А, кого? О, и удар в дежиппейджера получает Олег Бешин. А, судя по пуске, да, выходит маэстро. Самый магический, по-моему, самый таинственный игрой дворец. Как сказал бы Валдис Пельдж, самый музыкальный из всех игровых и в самых игровых и в самых игровых всех музыкальных. Но и тут, что он получает, вышел, получил и упал. Спрашивается, зачем выходил? Нет, ну Руслан Серегин сегодня просто в ударе. Он отмешивает всем, направо и налево, не боясь никого, ни фаворитов, ни бывших чемпионов федерации, ни тех, кто тяжелее и сильнее его в полтора раза. А, это тоже не так. Валдис Лэм сейчас сделал Крисанова. А, тем временем... Тем временем на экране мы видим тоже давних напарников. Фрейв пытается выставить дивану Гробову с ринга. И вот Гробову служит достаточно давно. Слава Дискубер... Вот видите, как ожидает его, вроде гримца. Вот видите, сколько народу на ринге треток. Тоже кого-то... Сколько она дав не ображда. Слава Дискубер первую... Они просто сцепились, сцепились. Сцепились на роде Грибсона. Но Грибсон... А вот посмотрите, что делает Еретик. Он просто плясует в углу Маэстро. Но! Маэстро... Да! Да! Он почти зацепился на ринг, но вывалился все-таки. Маэстро... Лоу... И проводит Дидидиди Задовина... Ромоновика, за мной... Да... Вот Локомотив там сбьет Биг Срексик Панку. Ауаа... Лони Крибсон... Тем временем продолжает измение Слава... Слава Дискубер на 5 граё сам идет кровь. Да он еще, наверное, не остановил того боя, который был полтора часа назад. Вот полный паржал в новинке. И он берешь то, что делает. Вот Каданова атакует, по-моему, Некринзена. Кого-то там выбрали. 21-й участник. 21-й участник. Заявлено 20. Появилось 21. Сейчас вы увидите. Сколько пропущенных шоу, пропущенных чемпионат Памбаса Индона и Федерацию вернулся он в день времени. Пошли на смерть, каково! Ну что ж, это последний, точнее говоря, крайний, 21-й участник Пуста Президента. Одно могу сказать только, что победитель Пуста Президента сейчас находится на ринге, но кто же он, никто не знает. Так, неужели Вася Штырь опять удержался, но это настоящий долгожитель, может быть он станет победителем Кубка Президента. Вася Штырь держит самые первые минуты, и он продержался дольше всех присутствующих здесь на ринге. Смотрите, Глекса сбивает. Напарник, конечно, кончим Локомотива и Рейва. Ронни Кримсон, да, Ронни Кримсон сегодня не удержался за канатой, ему был. Ронни Кримсон воевал. Не просто было сейчас Паэстера выпросить Славу из Кругина. Ну! А вы, кстати, посмотрите на Васю Штыря. Он первым начинал Кубка Президента и держится на ринге без сих пор. А тем рейв, Рейв... Несмотря на то, что его избивают, он очень много получал. Тем рейв пытается выпросить Славу из Кругина. И... Семь человек осталось. Посмотрите, Вася Штырь отвешивает... Так, ну, кой на холосте он забрался. Вася Чутченко, тяжеловесы отвешивают его как следует. По-моему, они ему просто уже навешали. Как следует... Неужели? Взял! Оооо, и сам одолгожитель этого боя выбыл. Вася Штырь выбыл. Да, по-моему, Маэстро... Вася Штырь выбыл, значит... Почему Маэстро и Флекс с Круглой не хотят быть друг с другом? Ну, не знаю, может, потому что они обе маски, поэтому не хотят пока друг с другом. И... Спайкбастер от Ивана Громова на Локомотиве. Маэстро и Флекс с Круглой почему-то решили помериться силами. По-моему, это самый неподходящий момент для этого. По-моему, тоже. Что можно сказать, на ринге остались? Ооо, вы смотрите, Локомотив воспользовался этим моментом и выбрасывает Маэстро. Я же говорил. Дааа... Ну, смотри, Маэстро уже не согласен, он пытается вернуться, что ли, на ринге. Дотянуться до Локомотива. А Локомотив, это бывший напарник Флекса Блутберга. Они были командой, и они были чемпионами в командном бою. И, похоже, старая дружба снова возобновлена. Что можно сказать? На ринге остались, Иван Громовой. Так, смотрите, Локомотив говорит Флексу, Флекс, возьми меня и припечатай мной Ивана Громова. И... Оооо! Ахай, посмотрите! И топор Палача сделан не туда. Майк Флекса, мимо. Бросит его на ринг, а не на Громова. Лоптем в челюсть, так бы сказать. О, вы посмотрите, что сделал Иван Громов, он просто обморит припечатку. Кроме того, Флекс Глубберг обморк только что предложенную к возобновлению дружбу от Ивана Маркова Локомотива. И теперь, видите, как будто бы выглядит как команда из Ивана Громова и Флекса Глубберга прессующая Рэйва и Локомотива. Да, это был синхронный бульдог от Ивана Громова и Флекса Глубберга. И они становятся друг против друга. Интересно, что же последует за этим. Похоже, время разобраться, но им не дает Рэйв. И Громов вылезет и выбывает. Рэйв сделал прекрасный трог кик на двоих. Кикам спину из-под тяжка фактически выносит Ивана Громова с ринга. Да, но каким чудом, каким чудом зацепился Флекс Глубберг. Он уже тоже практически был за рингом. Это чудо, коллега, это руки, это руки. Главное, чтобы они потом не опухли и не болели. И вот Флекс Глубберг подхватывает только что припечатанного в кроссбаде. Ой, 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 ой. И Рэйв держится. Рэйв возвращается на ринг. И ой. Нет, Рэйв снова держится. Вы смотрите. Не может быть. Нет. Да. Флекс Глубберг выиграл Кубок Президента. Вы посмотрите, человек после такого отсутствия на... Смотрите, он пригнулся. Смотрите, что произошло. Флекс Глубберг пригнулся. И локомотив. Целюсь по нему. Попал по своему напарнику. Он же сам не верит, что он выиграл. Посмотрите на Флекс. Да придется поверить. Итак, представляете себе, какое просто вот... Какое триумфальное возвращение в Федерацию. Выиграть, вернуться в Федерацию на Кубке Президента. И выиграть Кубок Президента. Могу сказать, что немножко нелогично смотрится его победа. В конце концов, в его победе больше всего принял участие локомотив, который сделал Бигпут своему напарнику. Да, не первый раз локомотив делает подобную ошибку. И это приводит... Это даже не ошибка, просто... К неожиданному результату. Да, Флекс Глубберг получает Кубок Президента. Ну что ж, порадуемся за Флекса. Его великолепное возвращение. Триумфальное даже, сказал, возвращение. А на этом, дорогие друзья, мы прощаемся с вами. До встречи на новых чемпионатах «Опасная зона» Независимой Федерации Рестлинга. Удачи вам всем. До встречи!